Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Почему? Потому что половина врачей удовлетворены стандартными форматами обучения, еще раз повторюсь, включая digital, различные инструменты. Но из молодежи, а сессия у нас в основном молодежная, менее пятой части студентов-медиков, в частности, говорят о том, что им нравятся те форматы обучения, которые им доступны сейчас. А вот что касается выживания знаний, то дело обстоит, в общем, немножко хуже, можно сказать, критически хуже, потому что от 3 до 60% правильных ответов участники конференции очных через две недели смогли дать. Причем надо отметить, что каждый шестой не смог ответить даже на половину ответов, дать правильные ответы даже на половину вопросов. Хорошо известны особенности обучения взрослых. Ну, здесь, в общем, можно даже не комментировать этот слайд, просто если каждый из нас, взрослый человек, вспомнит, как каждый из нас, будучи на том или ином образовательном мероприятии, конференции, в лекторской аудитории или вот сейчас, да, и как мы воспринимаем то, что нам говорят спикеры. У каждого из нас есть свой опыт большой, свои большие знания, то есть у нас достаточно сильно развита критика к тому, что нам говорят. А в то же время мы не хотим поглощать большие объемы информации, уже будучи достаточно хорошо погруженными в ту или иную специальность, в ту или иную научную область. Мы хотим обучаться конкретным, получать знания в очень конкретных специальностях, в очень конкретных тематиках, но не распылять свое время и усилия на большое количество стороннего материала. Но в то же время каждый из нас хочет быть эффективным, поэтому настроен и на результат, имеет свою собственную мотивацию, а также может иметь способность к самоконтролю, что тоже очень важно. Хотя мне кажется, что далеко не каждый взрослый, к сожалению, способен к самоконтролю, к постановке задач самостоятельно для себя. Отсюда тренды, которые вот коллеги из Стэнфордского университета провели в 2019 году по всему миру, и это можно увидеть у них на сайте. Те тренды в образовании докторов, которые они отметили, это персонализация обучения, то есть то, что я уже сказал, каждый хочет изучить вполне конкретную тему, вполне конкретный вопрос вот здесь и сейчас. Это гибкий график обучения, когда каждый сам может выбирать себе тематику тогда, когда он хочет обучаться, когда у него есть время, и тогда, когда ему удобно дома, в отпуске, в автомобиле, whatever. Это индивидуальный подход к слушателю курса, это значит, что каждый сам себе может составить тот план и в той последовательности, в которой он хочет проходить тот или иной материал. Это сотрудничество, это значит, что я не просто хочу пассивно слушать и внимать, что мне говорят, но я хочу активно давать обратную связь, задавать вопросы, критиковать челленджи, да, что называется, экспертов. Ну и я не готов, я имею в виду тренды современные, не готов воспринимать большой объем информации за короткий промежуток времени, просто потому, что у меня нет большого времени и большого объема оперативной памяти, потому что голова и так перегружена современным потоком информационным. Ну и вот хочу обратить ваше внимание, что половина врачей в 2019 году и три четверти студентов-медиков по всему миру использовали различные диджитал-инструменты для своего образования. Вот, понимая те челленджи, те тренды, которые есть у нас в последний год в образовании докторов и студентов последних курсов медицинских университетов, наше общество и создало такую образовательную платформу, которая так и называется медпрактика образования. Она абсолютно бесплатная с сегодняшнего дня онкологический раздел, я дальше покажу, какие в принципе там есть разделы, но вот с сегодняшнего дня доступен онкологический раздел. В принципе, на платформе собрано большое количество, большая библиотека с видеороликами от ведущих экспертов, дальше это увидите. Но вот на этом слайде хочу заострить ваше внимание только на одном. Вот вы видите слово главного редактора, научно-общественная медицинская практика, медпрактика образования пациентам. Вот как раз вот эти две последние части. Научно-общественная медицинская практика, медпрактика образования пациентам, вот пациентам, эта часть не требует регистрации, она огромная, там более 500 роликов собрано от ведущих экспертов, онкологов, от докторов, которые в очень коротких 2-3-4 минуты отвечают на конкретные вопросы пациентов о том, как лечиться, как диагностироваться, какой скрининг, какие ранние симптомы, как лечиться, менеджируются побочные эффекты и так далее, и так далее, и так далее. Это то, что удобно и частично снижает нагрузку на рядового онколога, на практического онколога. Но мы будем сегодня говорить не об этой части, а все-таки будем говорить о медпрактике образования для докторов. А вот терапевтических областей здесь 8. Вы видите, что онкология, как я сказал, с сегодняшнего дня запущена. Буквально через 2 недели будет большой блок готов по пульмонологии. В начале августа будет открыта гематологическая часть, ну и так далее, так далее, так далее. Вот все эти части, которые вы видите на экране, они будут доступны до конца сентября, включительно этого года. Что из себя представляет библиотека с видеороликами? Это удобный рубрикатор под панозологией. На примере онкологии показывают кулактальный рак, панкрас, желчные потоки, легком, меломомы и так далее. В каждом из этих роликов, в каждом из этих нозологий вы видите абсолютно все ролики, которые есть. В некоторых нозологиях это не очень большое количество, а есть где десятки, 70-80 роликов в каждой из нозологий представлено. Для того, чтобы легко найти ту конкретную тему, которая вас интересует, рубрикатор, в общем-то, разделен. Вот на примере рака молочной железы вы видите, что есть отдельная рубрика диагностика, ассоциированные, метастатические, РМЖ и беременность, лучевая терапия, трипл-негатив, ранний, местнооспространенный и так далее. В общем, используя вот такой рубрикатор, достаточно просто, даже в большом объеме роликов, найти ту тему, которая вас интересует. Ну и, безусловно, есть функция поиска, когда вы просто пишете 2-3 слова, и по вот этим ключевым словам программа найдет те ролики, которые могут быть релевантны вашему запросу. Очень важно то, с чего я начал, кросс-функциональные темы. Платформа содержит очень большое количество коротких роликов на кросс-функциональные темы. Это и диагностика лабораторная, лучевая, это и сопроводительная терапия, это раки беременность, это и сопутствующие заболевания, и гепатотоксичность, и кардиотоксичность, и масса всего другого. То есть, в общем, для того, чтобы погрузиться в кросс-функциональные специальности, те темы, которые могут интересовать рядового онколога, на платформе тоже есть. Я забыл сказать с самого начала, что вот эти ролики, они тоже короткие. Врачебные ролики длятся в среднем 12, 15, 17, 18 минут, приблизительно столько. То есть это, в общем, то время, когда доктор может потратить на то, чтобы получить ответ на конкретный вопрос. Ну и кроме того, можно поставить оценку, то есть нравится или не нравится этот ролик, можно отправить ссылку коллеге на данный конкретный ролик, можно задать вопрос эксперту, который представил этот ролик. В общем, с этой точки зрения все просто и достаточно функционально. Есть отдельная библиотека с клиническими случаями, их очень много. Обновляются они каждые 3-4 дня, будут появляться новые и новые клинические случаи. Эти клинические случаи тоже можно пообсуждать. Это ваши коллеги из любых онкологических диспансеров могут прислать на электронную почту нам. Мы с большим удовольствием размещаем эти случаи, призывая вас тоже прислать свои клинические случаи. Есть очень-очень интересные. К этим случаям тоже можно комментировать, задавать вопросы авторам. Ну и эксперты. Экспертов на сегодняшний день более 50 – это все ведущие онкологи России. Вот совсем скоро мы будем записывать из как раз не онкологии имени Петрова, а целую плеяду звезд, экспертов, онкологов как раз видеороликов для этой платформы. Сейчас записаны московские доктора, несколько докторов из регионов, несколько докторов из Индии, США, Голландии, Великобритании, Германии, Италии и так далее. То есть это такая большая команда международных экспертов, не только российских. Партнеры мы тоже приглашаем абсолютно любые учреждения, общественные и профессиональные организации, онкологические спонсоры, любые клиники. На сегодняшний день более 50 партнеров, которые есть у этой платформы. Формат сотрудничества может быть совершенно разный. Это и запись видеороликов, и представление клинических случаев. Ну и, собственно, вот у меня есть короткий видеоролик, но я его пропущу, уважая время, поскольку я понимаю, что мы так сильно выбились за график. Поэтому на этом я закончу свое повествование. Здесь вы видите адрес сайта, по которому можно найти эту платформу, и мы будем рады вам за обратную связь. Благодарю за внимание. Спасибо. 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 Спасибо.